Вот, вот, смотрите какая. Ну это надо, чтобы он на вертках. Вот, всё, щель какая вот тут, сюда. Кулак, кулак войдёт, вот, в щель. Это вот стена точно отвалится. А окно на улицу. Вот дождёмся, что окна попадают, вместе со стеной выпадут на улицу. Старшая по четвёртому подъезду дома номер 42 на улице Арцебушевской Нина Мазарчук последние полгода с ужасом следит за состоянием стены собственного дома. Как уже рассказывала Терра, в октябре 2016 года в несущей конструкции со второго по четвёртый этажи появилась растущая трещина. Жители подозревают, что проблемы начались после ремонта теплотрассы, которая проходит через двор дома. Стена начала буквально разваливаться. Чудом не пострадал ребёнок. В сентябре 2016 года внучка с дочерью пошли в школу. В пакетике поделки осени были. Сверху, со второго этажа, сваливается кирпич. Прямо вот. В её пакетик проскользнуло по руке. Ну, благо, внучка цела и невредима. В ноябре прошлого года дом обслуживала ООО «Управляющая жилищно-коммунальная компания». С учётом того, что здесь 100 больших квартир, можно предположить, что управляющая компания ежемесячно получает с жильцов примерно миллион рублей. Тогда Эльдар Багауддинов, главный инженер, пояснил журналистам ТЭРы, что скоро будет назначена экспертиза, которая выявит причину разрушения. Но её так и не провели. Экспертизу. Нам нужно сделать экспертизу, найти виновных. Вот в этой беде. Но не за наш счёт. Но не за наш счёт экспертизу. За экспертизу это более 100 тысяч. Из жилищной инспекции приезжали. Они говорят, вы не беспокойтесь. Если даже стена рухнет и окна повыпадают, то ничего страшного не будет. Дом не рухнет. Представляете, а у нас дети. На моем этаже вот пятеро детей маленьких. Представьте, что если здесь вот на улицу, прям сразу, да, и в цветочницу дети. В декабре дом перешёл под управление другого ООО. Жилищно-коммунальный комплекс. Новая управляющая компания поставила на трещины так называемые маячки, чтобы посмотреть, как растёт трещина. Результат налицо. При этом Максим Комаров, главный инженер РЭО-4, который непосредственно обслуживает дом, от общения со СМИ отказался. Мы насчёт маячков этих, Максим Алексеевич. Маячки-то были поставлены по май месяц. И мы должны были замерять эти маячки. Мы вместе с вами. Я сам ходил. Вы съёмку, вам разрешали здесь снимать? У меня есть своё руководство. Жители дома готовят жалобу в прокуратуру Ленинского района. Терра следит за развитием событий. Здравствуйте, Максим Алексеевич.